Сегодня под вечер, вернувшись опять с поездки на острова, подумал, чем же занять себя вечером. Посетил церковь Сан-Джованни и Паоло, там, где знаменитый памятник Кондотьеру Калеоне. Я прошелся пешком мимо церкви Санта-Мария-Маджора, то есть Формоза, Санта-Мария-Формоза, правильно, да. И думаю, дай-думай, поднимусь сегодня на Компанилу. Давно-давно у меня было желание, приехав в Венецию, подняться на эту самую высокую, наверное, венецианскую колокольню. Все знают ее историю, что она рухнула в начале 20 века. К счастью, не погребя под собой никого, ее восстановили. И на лифте сюда можно подняться, благо стоять. Меня все время отпугивали очереди. Мне казалось, что это не эта очередь, бесконечная просто. На самом деле полчаса надо было постоять. И вот, посмотрев панораму великого города с высоты птичьего полета, это дворец Дожий, дальше район Костелло с Арсеналом, лагуна с плывущими корабликами, по которой я сегодня проплыл, оплыв полностью вот эту вот часть, Арсенал с городским парком. Место проведения венецианской биеннале. Но это, наверное, единственное место, где есть зелень в этом городе, потому что идешь, ни одного дерева, ничего, ни одной посадки. И, конечно же, у пола собора Святого Марка, где сегодня, я уже прочитал, полдвенадцатого ночи, будет совершаться торжественное пасхальное богослужение. Вот очень интересно, почему тут, как у нас, приближение Пасхи бывает, освещают куличи, яйца. Обычно все время в субботу все приходят в храм, все храмы открыты, а здесь нет совершенно. Храмы закрыты, будут открыты только на вечернюю службу. И подчеркивается, что все-таки главный праздник в католическом мире является именно Рождество Христово. Хотя у нас, мне кажется, Рождество-то, наверное, справляет куда более торжественно, чем на Западе Пасху. Но давайте сейчас посмотрим еще с другой стороны. Вот эта колокольня. Я почему-то думал, что здесь будет легче посмотреть, а на самом деле мешаются вот эти вот решетки. Центральная часть Венеции. Народа так много, что даже лишний раз не подойдешь. Знаменитые часозвони с тенитыми фигурами, которые каждый час отбивают время. А почему-то, потому что туда тоже можно подняться вечером. Но, по-моему, может быть, это было раньше, но сейчас, во всяком случае, туда уже, по-моему, к сожалению, не поднимаются. Интересно было подняться, оказаться у этих фигур, послушать их. Можно сказать, громоподобный такой звон, раздающийся на всю эту площадь. Проли. И вдалеке вот этот район, где проходит как раз трасса, ведущая в Новую Венецию, город Местро. Вот эта дамба, которая связала город Венецию с материком. Конечно, стоило простоять полчаса, чтобы увидеть эту уникальную панораму с лесом крыш. Притом, здание примерно одинаковой высоты. И ничего, ничего совершенно здесь не портит старую панораму. Как-то, с одной стороны, вроде хаотическая такая застройка, олочки, переулочки, там какие-то буквально проходы, буквально просто щели, перемежающиеся каналами. Но, тем не менее, вот если вон три посмотреть, все-таки город очень и очень какой-то имеет определенную свою структуру. Дома примерно одной и той же высоты, но действительно как слеплены, как некие такие вот ласточки на гнезда, когда их смотришь с высоты. Как хотелось давно посмотреть с высоты площадь Святого Марка. Вот эта мечта тоже осуществилась. Посмотрим с другой стороны, чтобы было полное представление о весеннем венецианском вечере, проведенном на компании леса Святого Марка. Солнце постепенно заходит и вот площадь во всей красе. Вспоминается, как сказал Жан Кокто, тоже хрестоматийное выражение, что голуби здесь ходят, а кони летают. Кстати говоря, голубей-то здесь не так уж и много и не так уж их сейчас принято кормить, как это обычно показывают на старых картинках. Уже эта традиция ушла в историю. Видно, стало неудобно носимо для тех, кто убирает эту площадь. А вот кони по-прежнему остались на фасаде Собора Святого Марка. Вот еще одна достопримечательность очень хочу посетить. Одна из самых красивейших церквей в память об изболении чумы это церковь Санта Мария Делла Салюта ступеньками, где можно посидеть прямо на берегу Гранд Канала. Мне вспоминается, когда я сюда приезжал, это было в начале 2000-х годов, ну буквально экскурсия была на один день. Мы уезжали по Большому Каналу, отплывали уже перед отъездом в центр Италии. И вот молодежь сидела на ступеньках этой лестницы, отдыхали, наслаждались этой красотой и так, честно говоря, позавидовал. И задался обязательно целью сюда приехать еще раз. Но вот мечта осуществилась через много лет, точнее говоря, 18 лет. Дальше виднеется церковь Иль Роденторе на острове Дарсодура, где я позавчера побывал. И вдалеке там уже курорт Лида. Ну вот, посмотрев панораму центра Венеции, посмотрим теперь морскую часть. Уже знакомые места в остров Сан-Джорджи Маджоро, где был позавчера тоже поднимался на Компанилу, но, конечно, как бы не был красивый этот вид, но все-таки с колокольни Святого Марка это действительно вид самый классический на всю Венецию, ее окрестности. За островом Сан-Джорджи Маджоро Урорт Лида. И Пьецали Сан-Марко Тут есть площадь Святого Марка, а вот это вот Пьецетта, вернее, и, точнее говоря, все площади Венеции называются Пьецали, и вот одна эта площадь, продолжение площади Святого Марка Пьецетта, а Пьяца площадь имеет такое им название как статус, именно площадь Святого Марка. Подчеркивается, что она, конечно, самая главная и по своей красоте и значению несравнима ни с чем. Сан-Марко вот такое сегодня я совершил интересное путешествие подъем на проповедку Собора Святого Марка. Опять-таки очень давно об этом мечтал. Ну вот, как всегда, говорит, как приятно, что в жизни, наверное, одно из действительно проявлений, вот, счастья в жизни, что мечты сбываются, что они, конечно, свои большие, манны, но, конечно, можно уйти здесь. Магир наш огромный, нельзя объять необъятное, но, тем не менее, вот, Венеция была одной из самых заветных таких желаний в моей жизни, сколько я тебя помню, еще какие-то картины, какие-то там всевозможные передачи, которые показывали, сейчас припоминают, так сказать, воспоминания жизни, действительно, с каждым годом, больше больше не хотелось приедать этот город. Сначала я приезжал сюда в экскурсию на полкня, как я уже сказал, и вот возникло желание приехать сюда и более основательно подробно с этим городом познакомиться, потому что это не просто дворец Дожи и собор святого Марка, это не только прогулка по Гондоне и на Вапоретто, это многочисленные музеи, храмы, где собраны знаменитые произведения искусства, в частности, венецианские художники, несколько дней я в основном сейчас посещал окрестностей Венеции, возлежащей островке. Я вот надеюсь, что оставшиеся в ней окружающие венецианские храмы и музеи, сегодня я посмотрел панорам Венеции с компанией и святой Марка, завтра, надеюсь, уже изучить более подробно, углубленно этот город действительно стоит на вам. и Продолжение следует...